Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование соборных посланий святого апостола Иоанна Богослова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим второе соборное послание. Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. С такими словами обращается в своем соборном послании старец, как он себя именует, избранная госпоже. Избранная госпоже, многие отцы церкви здесь добавляют друг друга в толкованиях, нельзя сказать, что они расходятся. Одни говорят о том, что избранная госпоже, это означает определенному человеку, личности и даже называют ее имя, которое переводится как избранная. Другие говорят, что это направлено именно к церкви. Третьи говорят, что именно к госпоже, но к домашней ее церкви, потому как дальше апостол будет продолжать и говорить следующие слова, что я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. Опять же, можно сказать, что это обращение к какой-то общине, но где была вот эта госпожа, и другие говорят, что именно к церкви какой-то, можно и так это рассматривать. Но самое главное, то, какие советы даются в этом послании. Мы видим, что апостол пишет, да будут с вами благодать и милость, и мир от Бога и Господа нашего Иисуса Христа, ради истины пребывает вас и будет с вами вовек. То есть апостол Иоанн Богослов снова и снова утверждает то, что он уже говорил в пяти главах своего соборного послания, да и, в общем-то, в Евангелии от Иоанна. Подлинность этого послания, в общем-то, в Древней Церкви не вызывала ни у кого сомнений, и из пятого стиха оно свидетельствует само о себе, что принадлежит именно Иоанну Богослову. Вот как звучит пятый стих. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписываю тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Мы помним, как начинается первое соборное послание апостола Иоанна Богослова, первая глава, то, что мы видели, то, что мы слышали, ничто нового мы вам не передаем, так и во всем послании подчеркивает Иоанн Богослов, что это не новая заповедь, а ту, которую имеем от начала. Что значит, которую имеем от начала? Разве в первых главах книги «Бытие» мы встречаем то, что Бог возлюбил мир, или Бог любит этот мир, или дает заповедь любить друг друга? Нет, мы там встречаем другое шестоднев, но, то есть дни творения описываются в книге, в первой главе книги «Бытия». Но, тем не менее, мы встречаем текст, который свидетельствует о любви Бога к человеку в самой первой главе. Где же этот текст? Это «Бытие 1.26». Помните, когда сказано «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Вот любовь Бога — это и есть здесь заповедь Божия по отношению к человеку. Любовь Бога, она и выражается в том, что Бог подарил человеку образ — это бессмертную душу, а второе подобие — это состояние свободы, в которой человек мог бы уподобиться Богу, который есть любовь. То есть Бог творит человека, создает этот мир по своей милости и любви. В строгом смысле этого слова Бог не нуждается в мире, он не нуждается в сотворенном мире, он не нуждается в том, чтобы изливать свою любовь на сотворенный мир, потому что вся полнота совершенной любви присутствует в Боге Троице — Отце и Сыне и Святом Духе. Об этом свидетельствуют первые же слова, первого же главы, первого стиха. «Вначале сотворил Боги», если переводить дословно, «берешит Бара Элагим». Я уже говорил об этом, что глагол «бара» стоит в единственном числе, а «элохим» — имя Бога — стоит во множественном числе. Это сразу указание на Святую Троицу, в которой человек по подобию сотворенной к этой любви и гармонии служения друг другу, в чем выражается настоящая любовь до самопожертвования, в этом и дается человеку закон любви. Поэтому Иоанн Богослов здесь так, уже в Новом Завете, он предлагает вот это вот так суммиро, все, что было раньше, от начала, и говоря как бы о том, для чего был сотворен мир и человек, и какова причина эта любовь Бога к человеку. Поэтому так и пишут. И, наверное, прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь, предписанную тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповеди его. Это заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы вы поступали по ней. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Мы видим, что после любви и после наставления, говоря о заповеди главной, о заповеди любви по отношению друг к другу, апостол не говорит о том, что эта любовь должна распространяться на всех, без исключения. Мы не можем любить и уважать дьявола, и не можем любить и уважать мнение людей, которые ему служат. Самого же человека, конечно, надо стараться всячески щадить, как и пишет об этом свидетель Иоанн Златоуст, что еретические заблуждения обличать, самих же людей щадить. Поэтому мы видим, о чем здесь говорится, что «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Вот это слово «пришедшее» в синодальном переводе переводится как «пришедшего в прошедшем времени». А если посмотреть Александрийский кодекс, например, греческого языка, то там стоит слово «приходящего». То есть, это на самом деле говорит о том, что мы с вами исповедуем в Никео-Цареградском символе вере. «Ипаки грядущего со славой, судите живым мертвым, его же царствию не будет конца». То есть, здесь апостол-евангелист Иоанн Богослов говорит о том, что те, кто не верит во второе пришествие Христа, то есть и в воскресение из мертвых, этот человек обольститель и антихристос. То есть, человек, который противится Христу. Далее сказано, что же нам делать. Здесь в некой мере мы встречаем слова, которые также встречаются и у евангелиста Луки, и в книге «Экклезиаста». В 8-м стихе сказано «наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, на чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Говорится о внутреннем мире и наблюдении за человека. Дается совет, чтобы человек наблюдал за собой. В книге «Экклезиаста» мы встречаем подобные слова, которые говорят о том, что если хочешь наблюдать, наблюдай за собой. Мы действительно привыкли наблюдать за другими. Но вот это наблюдение за другими – это в некой мере образ Иуды. Он все время наблюдал, он все время завидовал, он все время считал, что ему как-то обделено, что ему не хватает, поэтому у всех это есть, а у него нет. Поэтому имел эту привычку залазить в церковный ящик и считать, что… В общем, другими словами, он перепутал свой карман с карманом церкви. Вот это опасное состояние, к которому приводит именно невнимательное наблюдение за собой. Что значит «за собой»? Это не только за внешней одеждой. Наблюдать за собой – это значит следить за своим поползновением мысли, следить за своим поползновением чувств и воли. То есть наблюдать за внутренним своим состоянием. Поэтому так и говорит, что если человек не будет наблюдать, то он потеряет награду. Какую награду? То есть потеряет то, чем Бог его наградил. То есть и талант, и все, что он имеет. Это будет расточение. Далее сказано, всякий, приступающий в учении Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына. Снова увидим, он повторяет одну и ту же мысль, которая уже была, но немного как бы с другой странной. Вот красота всего богословия и евангелиста Иоанна, что он с разных сторон старается преподнести истину, как бы старается достучаться до сердец людей, чтобы можно было воспринять то, о чем он хочет сказать. Мы видим, что он здесь говорит, что не имеет тот, тот не имеет человек ни отца, ни сына, кто не поступает по учению Христову. Поэтому не надо обольщаться и думать о том, что если люди верят в какого-то там одного Бога, или они монотеисты, значит, они автоматически как-то тоже обретают спасение. Сказано, не поступают по учению Христову. Кто не поступает по учению Христову, тот не имеет ни отца, ни сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Такая строгость здесь встречается у апостола любви к людям, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти, или не исповедуют Иисуса Христа, как мы видели с вами из 7 стиха, не исповедуют Иисуса Христа и эту истину о втором пришествии и окончании этого века. Даже, говорит, не приветствуйте, даже в дом не пускайте. И мы можем спросить, а как же тогда апостол Павел говорит, что еретика после первого-второго разумления отвращайся? И вот здесь и беды достопочтенные, и свидетель Климент Александрийский, они говорят о том, что здесь апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит о тех людях, которые упорствуют в своем заблуждении. Помните, ошибаться может каждый, но зачем же упорствовать? Поэтому апостол Иоанн Богослов, завершая свое первое соборное послание, в 5 главе так и говорит, я напоминаю, что есть грех к смерти, есть грех не ко смерти. Вот человек, который ошибается, находится в заблуждении, это одно, а более страшное состояние, когда человек понимает, что он делает неправильно, и продолжает это делать, и идет наперекор своей совести. Вот именно о таких людях здесь Иоанн Богослов говорит, с такими дальше даже и не приветствуете, и даже в дом их не пускаете, потому что их Бог — это любостяжание, это чревоугодие, что, в общем-то, приравнивается в Священном Писании как идолопоклонство. Ибо приветствующий Его, видите, как строк говорит в 11 стихе, участвует в злых делах Его. И 12-13 стих этого короткого послания завершается словами «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети, сестры твоей избранной. Аминь». То есть мы здесь видим, что евангелист Иоанн говорит о том, чего и не содержится в Священном Писании. Он, по сути, говорит о том, что самое дорогое есть в человеческой жизни — это общение лицом к лицу, от сердца к сердцу. И в этом смысле мы можем сказать, как он, в общем-то, и заканчивает свое Евангелие словами. Можно проверить и вспомнить Евангелие от Иоанна. 25 стих, 21 глава. «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». То есть и здесь мы видим, что Священное Писание, оно не ограничивается только внутренним библейским контекстом. Священное Писание — это намного больше. Священное Писание — это еще, если хотите, и правильное понимание Священного Писания в Духе Святом. А что такое? А вернее, правильно будет сказать, а кто такой Дух Святой? Дух Святой — это есть предание Церкви. То есть только в святоотеческом предании мы можем правильно понять то, что не написано здесь до конца, и можно двояко некоторые тексты понимать, как об этом пишет и апостол Петр. Помните? «И долготерпение Господа нашего, пишет он, почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел писал в своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные извращают к собственной своей погибели, как и прочие писания». То есть апостол Петр говорит о том, что в посланиях даже апостола Павла в 14 посланиях есть что-то непонятное, что неутвержденные и невежды могут извратить по своему пониманию. Поэтому недостаточно внутреннего библейского контекста. Всегда предание, то есть Дух Святой, он всегда первичный, он наставляет человека, пророка Божия или избранного. И потом он только это оставляет на бумаге. Поэтому он говорит, что есть еще и что-то такое, что он бы хотел сказать, но не на бумаге и не только чернилами. И заканчивает это послание, говорит, приветствуют тебя, дети, сестры, твои избранные. Видно, он писал это послание и находился еще в общении с детьми. И, скорее всего, это послание было написано из Ефеса, где последние годы проводил святой Иоанн Богослов. Вот такое второе послание состоит всего из 13 глав. Его можно условно разделить на две части. Первое, это снова напоминает о главной заповеди совершенства любви к Богу, любви к человеку. И второе, предостерегает от искажения истины, которой есть не что иное ересь, и которую ведет человека, если он уверует в это ложное понимание пути спасения, ведет к погибели. Поэтому очень опасно, когда человек принимает правду Божию за истину. Еще бывает опаснее, когда человек, искренне уверовав в ложь, думает, что это истина. Хочу напомнить, что от того, что человек искренне верит в ложь, ложь от этого не становится правдой. Будем об этом помнить и будем хранить себя, и будем, как советует нам Иоанн Богослов, наблюдать за собой. Продолжение следует...